Подожди, Сережа. Да. Еще раз? Да. Здравствуйте. В эфире первый выпуск программы «Шаг в сторону». И сегодняшний выпуск будет посвящен тому, о чем мы будем говорить вообще в этой программе. Вести ее буду я, Андрей Скляров, и наши сегодняшние гости, кандидат исторических наук Андрей Жуков и кандидат технических наук Дмитрий Павлов. У нас есть еще один заочный участник. Это Сергей Сипаров, доктор физико-математических наук, который живет в Санкт-Петербурге. И поэтому мы не стали его отвлекать от важных дел и записали беседу с ним заранее. Ему первому и предоставим слово. Когда Андрей Скляров предложил мне участвовать в передаче, я, естественно, спросил, как она называется. И он сказал «Шаг в сторону». Я немедленно ответил, что «Шаг в сторону», попытка к бегству, стреляя без предупреждения. Он засмеялся и сказал, что еще не встретил ни одного человека, который бы сказал иначе. После этого я подумал, что же означает такое название, годится ли оно и какой смысл в нем можно усмотреть. Ну, несомненно, годится. Хотя, что такое «Шаг в сторону» — это интересный вопрос. Во-первых, в какую сторону? В сторону от чего? Есть ли у этого местоположения, от которого «Шаг в сторону», какое-нибудь движение? И в какую сторону само движение? Наконец, если это движение не слишком быстрое, будет ли шаг вперед, шагом в сторону? Честно говоря, когда выбиралось название передачи, я и не думал, что оно вызовет такой поток ассоциаций совершенно разных. И действительно впору задуматься, что же может означать «Шаг в сторону». Но прежде чем разобраться в этом вопросе, я предлагаю посмотреть подготовленный ролик, собственно говоря, по теме как раз и чем будет посвящена программа. Продолжение следует...